Доброе утро. Я расскажу вам о... После вчерашних разговоров с Дэвидом, я решил немножко изменить мою презентацию на самом деле. Давайте посмотрим, что получилось. В принципе, я расскажу про активность Телла Миразен, но также расскажу о том, что делала наша лаборатория последние 15 лет. Мы фокусировались в основном на вирусах, связанных с вирусами, на раках, связанных с вирусами. И также у нас были в основном вирусы Эпштейн-Бара и раки, связанные с ними, и гепатит. Мы очень были заинтересованы также вирусом папилломы человека и хронические инфекции в связи с раком. Для того, чтобы верифицировать некоторые механизмы, мы обычно использовали несколько разных типов раков, связанных с тем же патогеном. В данном случае мы рассматривали цервикальные раки и орофарингеальные. Это интересно очень, потому что в случае цервикальных раков на 100% они связаны с ВПЧ. В 16 и 18, посмотрите, 70% цервикальных раков они принимали в случае орофарингеальных. 12 были связаны с ВПЧ, но большая часть этих раков были связаны с ВПЧ-16. Если мы говорим о орофарингеальных раках, 10% они составляют всех раков головы и шеи, совсем не обязательно, они связаны с ВПЧ. Большинство исследований, кроме детекции ВПЧ, были сфокусированы на микроколичественном анализе ПЦР. И еще другие типы исследований, где мы использовали пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой, связанные с вирусом гепатита С. Очень высокой плотности микроареи использовался анализ. И мы идентифицировали гены, которые были высокоэкспрессированы в случае хронической инфекции гепатита С. И мы видим набор генов, которые были сильно выражены в случае ГКС, связанные с вирусом гепатита С, и при этом не так много в общей популяции. Разные гены были показаны. Итак, возвращаясь к теломеразе. Вы прекрасно знаете, что такое активность теломеразы. Увеличение длины терминальной части хромосом теломеразы. Эта активность связана со старением и с преодолением кризисов для того, чтобы снизить смертность. Этот слайд показывает активность обратной транскриптазы вместе с РНК-компонентом. В любом случае, в хронических стадиях, когда у нас инфекция вируса папилломы или гепатита С, есть определенное влияние на теломеразу. Активность становится ее выше. И вполне вероятно, обычно инфекции стимулируют или должны стимулировать механизм апоптоза. То есть клетки должны погибать. Но вместо этого большинство из этих вирусов, для того чтобы достичь стадии хронического заболевания, они задействуют специфические гены, которые включаются в нормальный путь апоптоза. Мы рассматриваем интерференцию с активностью теломеразы. Вирус папилломы человека и регулятор Е6 регулирует активность теломеразы. И тот же самый гепатит С, но здесь у нас коровый белок. А вот или коровый регулятор. Здесь примеры различных типов вирусов. Например, вирус папилломы человека, вирус гепатита, HTLV1. Они кто-то позитивно, кто-то негативно влияют. Но в любом случае все типы взаимодействия бывают. Но обычно все они повышают активность теломеразы. И только вирус Эпштейн-Барр связан с увеличением длины теломеразы. А теперь давайте посмотрим, рассмотрим белок регуляторный Е6 в ЭПЧ. И эффекты, связанные с ним. Разные типы активностей мы увидим, которые оказывают влияние на ТЕРТ. Иногда это эффект МРНК, иногда в ассоциации с ДНК. И вот эти два. Это два разных механизма. Один связан с канонической активностью теломеразы. А в другом случае, не каноническая активность в митохондриях. Первое каноническое в ядре. Переходим к онкологии. Разные уровни дисплазий цервикальных. Переходим к раку шейки матки. Некоторые большие значимые различия, если мы рассматриваем разные типы вируса, связанные с вирусом папиллома человека. Даже цервикальные, плоскоклеточная карцинома или аденокарцинома. Что интересно, на стадии инфицирования обычно уровень протеина Е6 в ЭПЧ связан с ТЕРТ. Но в случае рака это не так. Например, экспрессия Е6 в случае сиха почти равна нулю. У нас очень высокая экспрессия ТЕРТ. А в ХЕЛА, когда очень высокий уровень экспрессии Е6, у нас невысокая экспрессия ТЕРТ. Смотрим мутации. Вот это результаты на уровне промоутеров ТЕРТа. И мы видим мутации ходспот 124-146 в промоутере. Это предполагает, что если мы посмотрим на уровень ТЕРТ, если мы фокусируемся на экспрессии генов ТЕРТ, тогда причина этой экспрессии может различаться на разных стадиях. На стадии инфицирования это будет функциональное увеличение, а в раке это будет мутационное. Таким образом, что мы видим? Очень похоже на то, что говорилось о меланомии ранее. На уровне промоутера очень высокий уровень мутации. И аналогичные результаты мы видим. Хотя, если мы посмотрим карциному плоскоклеточную или аденому, и там, хотя и там у нас присутствует ВПЧ-16, но в первом случае он гораздо более активен, но во втором случае нам не нужно так много мутаций, потому что это функциональное ингибирование. А Е6, когда очень слабый, нужно иметь тип мутации, как в первом случае для того, чтобы повышать активность теломиразы. Есть еще кое-что. Если посмотреть на экспрессию генов ВПЧ-16 при разных поражениях, в разных очагах, есть еще другая проблема. Обычно Е6, Е7 представляют собой один мессендж РНК, и тогда нам нужно проводить сплайсинг. Есть проблема даже, когда у нас в случае Е6 есть Е6-1 и Е6-2. И Е6-2 менее активен, потому что здесь область сплайсинга больше. Если посмотреть на разные раки, связанные, ассоциированные с ВПЧ, орофарингеальные, цервикальные, мы видим разные уровни экспрессии не только разных онкогенных ранних белков папилломовируса, но также разные уровни изоформ. Изоформ-2 менее активны, как я уже говорил. Что интересно в результате, это то, что, двигаясь от ранней стадии, когда папилломовирус релевантен, от хронической инфекции к раку, мы видим повышение Е6-2 и более высокий уровень экспрессии Е7. И мы смотрим здесь на экспрессию двух разных изоформ. Возвращаясь к тому, что говорил Дэвид, это данные из Атласа по геному рака, мы можем идентифицировать рак шейки матки, связанный с папилломовирусом. Очень мало мутаций ТП-53, но если посмотреть на папилломовирус-негативные раки, большинство из них имеют эту мутацию. Эффект может быть одинаковый. То есть, либо у вас ингибирование ТП-53, но это зависит от того, сильное участие ВПЧ, в том числе ВПЧ-16, тогда не нужно мутации на уровне ТП-53, потому что функционально уже есть иноксивация посредством Е6. А в образцах без ВПЧ однозначно какие-то мутации нужны. Когда мы говорим о мутациях, мы должны сфокусироваться на типе мутаций. Важны это те, которые связаны с ДНК, связывающим доменом. 249, например, это мутация, которая с афлотоксином ассоциирована. В случае тензелярной карнциномы, когда у нас 10% данных связано с ВПЧ, мы видим, очень часто встречаются мутации, но когда в ВПЧ-16 они позитивны, большинство мутаций заглушены. Мы должны посмотреть, где они расположены и заглушены они или нет. И как мы видим, в случае тензелярной карнциномы и мутации ТП-53, в противоположность этому при оральной карнциномы ВПЧ-негативные мутации должны быть релевантными и быть в том же диапазоне, что и для всех других раков, когда нам нужна инактивация активности РАФ-1. Мы проанализировали типы мутаций, на основании трансверсии и транзиции, связаны они с папиломовирусом или с курением, например, в случае тензелярного рака. В случае рака шейки матки мы различаем аденокарциномы, плоскоклеточную карциному, мы видим одну очень интересную вещь. Обычно для цервикального рака репортировалось, что у ТП-53 очень небольшое количество мутаций, всего 6%. Но если стратифицировать, мы видим, что 6% это плоскоклеточная карцинома, а аденокарцинома это 50% уже распространенность. это показывает, что в принципе тип папиломовируса, присутствующего, будет различный. и снова, если посмотреть на присутствие папиломовируса, мы можем сразу же понять, нужна ли мутация ТП-53 или нет, потому что здесь у нас будет функциональная инактивация. В заключении можно сказать, что нужно рассматривать распространение папиломовируса, разные генотипы, цервикальную карциному или плоскоклеточную карциному, орофарингеальный рак, цервикальный рак, разные уровни экспрессии. В случае плоскоклеточной карциномы Е6, Е7 высокая, в случае орофарингеальный низкая, разные уровни мутации ТП-53, разный уровень мутации ТРТ-промоутера низкий в случае орофарингеальный и высокая при цервикальном раке и уровни экспрессии теломираза. Для чего нам всё вот это нужно? Потому что совершенно ясно, что общая выживаемость в случае орофарингеальных раков, если у нас ВПЧ позитивные, с критическими мутациями или без них выживаемость очень высокая, если ВПЧ негативные, у нас рак для прогрессирования нужно немного мутации, прогноз не очень хороший, а вернее совсем не хороший, и здесь нужно хирургическое вмешение, плюс лучевая терапия, химиотерапия и так далее, иначе прогноз будет совсем плохой. Для того, чтобы лучше анализировать вот это взаимодействие между стромальным компонентом и клетками опухоли, мы смотрим на эффекты кафы или рак ассоциированными фибробластами, о которых говорил Евгений нам, мы наблюдали, что обычно мы фокусируемся на эпителиальной части очага, но если сдвинуть клетки каф в нормальной эпители от очага, мы увидим, что клетки каф, которые мы обычно не характеризуем, потому что не обязательно они генетически модифицированы, но они могут только влиять на эпителиальную часть. это наша команда, и также хочу сказать вам, что у нас есть вот такое издание, инфекционный агент Ирак, и я являюсь главным редактором этого журнала. спасибо вам за внимание. Дайте, пожалуйста, там вопрос сзади, пожалуйста, доктор Шевелев. Спасибо за прекрасную лекцию. Насколько я понял, ВПЧ может вызвать карциногенез за счет своих белков Е6 и Е7. Значит ли это, что вакцинация от папилломовируса может привести к вылечиванию, к излечению пациентов, если мы будем использовать терапевтическую вакцину? Насколько я понял, понимаю, это может помочь, потому что в клетках опухоли нет мутаций, которые бы поддерживали рост, если мы удалим вирус? Я, может быть, не очень хорошо понял ваш вопрос, но я так понимаю, что вы говорите об вакцине вакцины превентивном и терапевтическом, правильно? Да, если у нас есть пациент, у которого опухоль, вызванная инфекцией ВПЧ, можем ли мы лечить пациента при помощи терапевтической вакцинации от ВПЧ, вируса папилломы человека, или вы считаете, что это бесполезно? Вакцина разрабатывалась как превентивная вакцина, профилактическая, она не фокусируется на онкопротеинах, она не содержит Е6, Е7 и так далее, а только внешнюю капсулу. В некоторых стратегиях предлагалось и в нашем институте мы тоже используем как терапевтическое применение для пациентов ВПЧ позитивных, удаляем ткань, убеждаемся, что там нет очага папиллома вируса, и даем этим пациентам обычную профилактическую вакцину, для того, чтобы снизить рекуррентность инфекции, она не может считаться терапевтической с точки зрения очага рака, это просто, чтобы предотвратить хроническую реактивацию, но о терапевтической вакцине говорить нельзя, она используется терапевтически, то есть после хирургического вмешательства вы верифицируете, что нет папиллома вируса там, и тогда вы можете дать вакцину пациенту, идея здесь такая, нужно снизить вероятность рецидивов. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok